Всем привет! На связи Энергосов 59. Во-первых, сегодня мы на улице, что уже как бы немножко не формат. А во-вторых, мы не вдвоем, мы втроем. У нас сегодня утка. Дэйв Утка, админ паблика ОС ВКонтакте. Ссылочку оставим, конечно же, обязательно. Самый крупный коллекционер в России. А может быть даже и в Москве. Даже и в Москве, и в области. А мы в Москве, вас, то есть это не смущает, да? Нисколько. Ну давайте, вот. Мы в центре Москвы. В непонятном дворе. Что ты сегодня утка нам приготовил? У нас на пробу 5 Энергосов, которые они будут пить вслепую. Куда? 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 Ну-ка, ну-ка, ручки, ручки. Я ничего не видел. Вот и не надо видеть. Энергосы замотаны фольгой, то есть мы не знаем, что внутри. А еще они холодные. Я знаю, что там, но я не скажу. Ни за что. Ни за что. Еще, во-вторых, вы уже знаете, что мы стали амассадорами EnFly. У нас сегодня бренд EnFly. У меня нет бренда EnFly. С ними будет много конкурсов, много интерактивов. В общем, ребят, вы не заскучаете. Поэтому давайте глянем по-быстрому. И начнем пробовать Энергосы вслепую. Ну что, пробуем первый Энергос? Давай. Вот так вот давайте сразу. К сожалению, EnFly тут нет, он был в тему. Мы бы сразу это угадали. Так, я не подсмотрю. Сейчас попшик уже все поймет. Посмотрим. Посмотрим. Пахнет цитрусом. Он зеленый. Подожди, нет, я говорю, ну. Мне уже даже интересно. Я просто знаю, что там. Это что-то странное. Я не знаю, что это. Я немножко посмотрел банку насквозь. Я думал, что это горилла без сахара. Я увидел бирюзовый. Под небольшую дырочку бирюзовую. Вот я это и пытался скрыть. Вот зачем ты взял банку и начал рассматривать. Я слушаю, но это не она. Она другого цвета, другого вкуса. Настя ее прямом узнает. Ну давай. Просто говоришь, мы это пили. Это такой, знаете, легкий цитрусовый анаргос. Легкий цитрусовый оригинал. Настя, я в тебя верю. Да? Он вообще мимо. Даже не оригинал. Цитрусовый. Что-то такое апельсиновое. Что это может быть? Твоя догадка. Пусть моя догадка будет. Я не знаю. Я попью. Где он там цитрусовый влюбил? Да, вдруг там что-то другое. Блин, сгорело персик. Я не понимаю. Я не понимаю. А, так пускай будет это. Без понятия. Если бы я не видел цвет, то он сам зеленый. Я думал, что это может быть адреналин бессахарный. Зеленый? Нет. Нет, не зеленый? Что-то у Мэтта со зрением в Москве. Короче, пускай это будет бессахарный адреналин. Раскрываю баночку. Да ладно. Да ну. Ультрафиеста, серьезно? Я же понял, что там бессахарное. Помнишь, ты говорил то, что я один раз пил и хотел пить? Перепробовать. Точно, блин. Я поймался за эту фразу. На самом деле я ее хотел купить еще задолго до того, как ты приехал вообще в Москву. Ну честно, вслепую даже не поймешь, что это манго. Ну бессахарное, вот ты понял? Да. На манго это не похоже. Как ни странно. И цитрус тут. Ну цитрус здесь не угадаешь. Интересно. Но персик был ближе все-таки к манго, нежели цитрус. Бессахарное мы угадали. Как минимум. Интересно. Идем дальше? Мы, кстати, оба, да, назвали бессахтанной. То есть очко никому не уводит, получается? Мы потом уберем. Это для видео. Это для экшена. Я в этот раз не подпакливаю максимально. Почему я открываю? На, ты открывай. Давай я открываю. Остальная фольга не продырявилась? Нет, по-моему. Хорошо. Поэтому я, кстати, могу тоже вместе с вами угадывать. А, ну хорошо. Ну ты-то знаешь просто. Нет, ну я просто знаю, да. Я просто не буду говорить, но я уже... Орик. Я тебя Орик чувствую. Это Орик. Это флэш. Я не знаю. Я тебе сказал, что там флэша не будет. А, да, точно. С закрытыми глазами. Это не горилла. Это точно. Потому что горилла намного слаще. Мне интересно, а я догадался? Это такой гадковатый Орик. Может драйв какой-нибудь? Нет, драйв кислее. Нет, я бы, кстати, сказал. Драйв кислее. Но это не монстр. Не то, что гадковатый Орик. Орик с отзвуком тропика. Небольшого, небольшого. Это не флэш, потому что флэша нет. Давай еще раз. Нам все равно как бы пить все. Да, мы это допьем. Как это весело. Орик. Какой это может быть Орик? Это может быть адреналин Game Fuel Candy Crush? Нет. Я буду гнуть свою неправильную палку. И буду говорить, что это адреналин. Это тоже. Это адреналин сахара. У него, короче, второй адреналин. Пускай. Для меня это адреналин Game Fuel Candy Crush. Все, я с моим словом сказал. Настя, я в тебя верю больше, чем в него. То есть я не угадал. Сейчас я вспомню, какие вообще Орик существуют в этом мире. Пофиг гориллу без сахара. Ну ты что, гонишь как гориллу без сахара? Точно? Да. Тайга. Ну это сложно. Ну ты сказал, не дефолт находить. Я бы не угадал, что это тайга. Нет, я бы догадал. У нее есть специфичный привкус. Витаминный такой, да? Угу. Да-да-да. Это, кстати, один из моих дешевых любимых Ориков. Блин, ну мне показался он гадковатым немножко. Ну знаешь, Ориги угадывать это... Это тяжело. Надо было прям в камеру. Это очень тяжело. Я так давно тайгу пила, что уже не помню даже его. Мы его пили еще в дообзорные времена. Да. Я пытался найти то, что можно найти, но это будет не дефолт. То есть для Перми это не дефолт. Вы не можете найти тайгу в дефолт? Нет, даже в военторге. Странно, странно. Теперь Матвейд говорит. Всего полтора военторга на город. Итак, следующий Энергоз. Я не знаю, что это. Я тоже. Я даже запах не успел почувствовать. Это какой-то тропик стрёмный. А я вспомнил, что это? Он странный. Тропик. Как будто кислый тропик. Кисло-апельсиновый тропик. Ну это не адреналин настоящее. Типа, оригинальный. Ну да, у нас три адреналина. Он же сказал не дефолт покупать. Хорошо. Что было из тропика и такого не самого дефолта? Были Энергозы из Галамарта, похожие на это? Нет. Вообще не похожие на это. Может, какой-нибудь Бодрят, не знаю? Нет. Нет. Что еще было из такого тропика, что файт, ну типа... Нет. Я скажу, что это вкусно. Мега-недефолт. Ну такой кисловатый тропик. Я даже вам потом сделаю такую подсказку, которую вы не догадаетесь. Но я хочу услышать по одной версии хотя бы. Но вы не догадаетесь. Даже с подсказкой. Давай попробуй. Бодряк. Не знаю, какой из них тропик. Бодряк, ну бодряк. Бодряк один из них. Ты? Одну версию. Раз не Галамарта, что ты говоришь, спускай будет. Продаются примерно в похожих магазинах. Это мне что-то напоминает, что-то типа маракуйное. Маракуйное, да. Ну давайте так, проверим вашу эрудицию. Потом еще скажете. У этого Энергоса относительно недавно сменилось название вкуса. Но не сам дизайн. Хаотик мы пили. Он был другой. Новый Хаотик, который с апельсином сейчас стал. Слушай, а если это Голд Пайнэпл? Не может быть. Не. Не. Это очень не ананас. Коротко о том, как Мэтт меня слушает. Я же его так и не нашел пока что. А, да, да, да. Меня в Ховрино отправляли. А мы нашли в Ховрино его, кстати, да. Короче, гиблое дело. Не, не. Давай, открывай. Гиблое дело. Что это? Ну давай хотя бы одну версию. Ты так и не нашел Галамарта. Скажи Галамарта, у меня будет бодряк. Который этот серебристый. Забейте, у нас тут три адреналина. Да ладно. Это почти бодряк. Они же там в одном месте продаются. Не знаю. Где их пришел? По Москве пруд пруди. У нас они только в фамилии продавались раньше. По Москве я купил себе здесь, если что, был Blackout. Сейчас он Цитрус. High Energy ты, Трус. По Москве я его купил у себя в Реутове, а потом вам купил в другом месте. У него как будто есть какой-то прогорклый привкус. Маракуйя, скорее всего, дает привкус. Это грейпфрут. Грейпфрут. Вот так вот, внезапно. Водички бы сейчас. Водички кончат. Водички. Водички. Хотя бы один, наверное, сейчас должен угадать. Это что-то розоватое. Я знаю, что один энеркос будет трэшовый. Ты обещал нас убить. Ну, в целом, считай, что вот он. Тебе не вкусно? Видимо, нет. Это мне напоминает карамельки лимонные. Я с закрытыми глазами тоже. Вот этот лимон, который дешевый, есть же карамельки. Ух, йо, да. Что-то такое самое приятное. Барбарисовое. Может, это синишское? Нет. Чтоб я синишскую нашел, ага. Это что-то барбарисовое. Что-то невкусное. Да ну, смотри. Что имело такой вкус? Что имело такой странный вкус? Крым Энерджи. Подожди. Это грейпфрут какой-то. Это какой-то грейпфрут. Не грейпфрут. Блин, что? Да, после. Да пусть я карамельная. Я не помню вообще ничего-то с таким вкусом. Даже близко. Кстати, я не знаю, пили вы это или нет. Но должны были. Нет, должны были. То есть сейчас у нас будет плановый обзор на новый Энергоз, который мы не пили. Короче, это не сладкое. А сладость проявится в конце. Поначалу это такое горько-барбарисовое такое. Да не горько. Ты что, голуби проявишь? Голуби? Типа. Типа. Это микро-подсказка. А, давай так. Ну, это подсказка для самого себя. Это такая подсказка, о которой... Можно еще какую-нибудь подсказку, типа, намекни. 50 на 50. 50 на 50. Это либо одно, либо другое. Это Энергоз. Ну, давайте, ладно. Я назову вкус. По-моему, это арбуз. Арбуз. Да, это арбуз. Это арбуз. По-любому. Крайней мере, я его описываю как арбуз. Точно, 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 точно. Это арбуз. Неужто это новый Энергоз Сталкер? Говорят, он тоже арбузный. Ты его точно не пил. А я все-таки старался покупать то, что уже давно на рынке. И это давно на рынке. Да, это арбуз. По-любасу арбуз. Ультраватурмилов. Ультраватурмилов. Не знаю. Это невкусный арбуз. А я не помню невкусных арбузных Энергозов в принципе. Все. Они все одинаково не вкусные. Я ненавижу арбузы. Все одинаково не вкусные, но этот немножко выделяется. Я не помню в принципе больше арбузных Энергозов. Кроме ультры. Да. И нонстоп. Скажем единогласно, что это арбузная ультра. Ну да. Арбузная ультра. Ну ладно. О-о-о. Вы пили это? Да. Да, но очень-очень давно. Я вообще не помню их. Рэй. А я помню. Поэтому и купил. Это трэш. Это невкусно. Да не вкусно. Они вкусные, по-моему, кокос. Не помню. Не помню вообще. Мне понравился кокос. Мне понравился макита. Мне не понравились первые два. Fun fact. Здесь раньше была неправильная надпись. Она была через H. Типа S-I-H. В общем, кто пил рэйф? Напишите про это в комментариях. Как он сказал вам? Нормально? Нет? Последний. Такая себе подсказка, если честно. Я знаю. Пятый Энергоз. Опять же, вкус не знаем. Внешность не знаем. Я забыл, что я пятое покупал. На банке написано BF05. Что бы это ни значило. Нафиг ты читаешь подсказки какие-то. Он оранжевый. А я не помню. А че там оранжевое было? Это шампунь какой-то. Что, зверин? Слушай, а можно... Я забыл. Я забыл, что это. Блин, это шампунь. Это какая-то маракуйя. Это холст какой-то. Не холст, а вот это холодок. Это мангова-маракуйева-ананасовая. Да вообще ни херена. Шампуневая. Это именно вот этот холодок. Да не может это быть холодок, господи. Он оранжевый, этот тропик. Утка пытается вспомнить, что он купил вообще. Скорее всего, без сахара. У нас сегодня было два энергоса без сахара. Два с сахаром. Третий прямой тоже без сахара. Я не выбирал по этому принципу, поверь мне. Хорошо. Я скажу. Я скажу. Это не зверин. Они все с сахаром. Я в шоке. Я тоже... Утка в шоке. Я покупал его вчера. И забыл, что купил. Да. Что я мог взять? Сейчас это на вкус как укроп. В целом я играю с ними. В этом раунде. Мы три варианта возьмем. Какие у вас были тропики без сахара в последнее время? Почему ты думаешь, что он без сахара? Потому что он не сладкий. Не факт. Что он как будто сахзамный. Я вообще вот просто от балды назову. Это точно... Я точно не угадаю. Это будет новый Йон Гуава. Он будет без сахара. Вот чисто от балды. Что ты как-то это вообще не думаешь? А вдруг я угадаю? Я не знаю, какие тропики в последнее время пили сахзамный. Нет, ты не угадал. Изи пизи. Думай. Думай дальше. Нет, давай еще. Хорошо. Ладно. Мне кажется, какая-нибудь изи пизи. Твое мнение? Поверь мне, я не помню. А вы будете называть версию? Ну ладно, она изи пизи. Хорошо, ладно. Если это не Йон Гуава, но он розовый, да. Оранжевый. Хорошо, я вообще тоже выдам кринжа. Блэк Монстр, Манга Лока. У меня нет пизи просто. Можно? А что нет? Ты мечтала об этом сделать, да? Да. Пон. Люти пон. И что там? Да ну. И что там? Ага. Что это? Нефть. Офигеть. Поэтому я ее не вспомнил. Это не тропик, это кокос оказался. Жесть. Это белая нефть для меня, что с ней встала, это видимо в тот момент, когда ты решил прокрутить. Когда я ее покрутила. Ничего. Даже я. Потому что это реально сложно. Если вдруг вам предложат угадать анагрос в слепую, попробуйте. Вы реально, если хотя бы один угадаете, вы реально очень крутой семелье. Мегамозг. Ну, тут было три адреналина. Гуава и он. Изи пизи. Изи пизи. Еще нефть оказалась. Еще я думал, что нефть у нас бессахарная. Вот так. Ага. И вот где он там гуаву нашел, я не знаю. Это были анагрос 59, Мэтт, Утка, Настя. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Смотрите энергоновости главное. И пишите комментарии, угадали ли вы какой-нибудь анагрос по нашему описанию. А еще, я думаю, нереально. Еще напишите в комментариях, делать ли им такую рубрику. Может быть, они будут приезжать в Москву, и мы будем это делать на постоянку. В целом, это было прикольно. Раз в полгода, почему бы и нет. Ну, это было прикольно. Да, это было прикольно. Мне даже, как вот зрителю, такой, три адреналина вот у нас тут оказывается, да. Как эксперимент, это правда классно. В общем, все контакты оставим на Утку, на Нтлай. Покупайте Нтлай, передавайте Утке привет везде, в ОС, в его телеге, в нашей телеге. Всем пока. Субтитры создавал DimaTorzok